коллеги друзья приветствую вас спасибо что вы пришли на наш вебинар этот вебинар будет посвящен программе 1с документооборот это будет вебинар общий общая о программе документооборот меня зовут андрей куканов я думаю с 20 лет есть это работа как программист-разработчик последние 10 лет я занимаюсь программой документооборот внедрением проектов это на самом деле несложно но не так уж и просто итак о чем мы сегодня будем говорить это план нашего сегодняшнего вебинара первое это как воспользоваться той акции которая сейчас есть у фирмы 1с и как можно сэкономить деньги не потратить частные деньги на покупку программное обеспечение лицензии и приобрести все это за 10 тысяч рублей я расскажу первым дальше мы поговорим о том что из себя представляет программа 1с документооборот ее назначение и диалоги обязательно обозначил кому нужна и кому полезна программа 1с документооборот оттуда понятно кому нужно также я расскажу как устроена программа 1с документооборот изнутри это технические вещи но я постараюсь об этом рассказать очень сложным языком простым и без лишних технических подробностей вот так чтобы вам было понятно что можно от нее хотеть как она устроена а также мы поговорим о том какие решения можно получить для бизнеса при помощи программ оборот за счет настроек она может быть очень сильно работают потом обязательно мы поговорим о том как делать проекты системы электронных документооборот обычно звать кср как получить результат как не терять деньги какие риски на таких проектах как это сделать правильно также мы поговорим о том как оцениваются сроки стоимости работ что на это влияет и как можно с этим работать а ну и естественно я попробую вам рассказать как можно сделать максимально бюджетно максимально недорого самостоятельно или с минимальным количеством специалистов почему мы будем об этом говорить мне очень хотелось бы чтобы вебинар носил не просто информационный характер то есть я что-то вам рассказал бы послушали так куда ну да понятно ну неплохо и все об этом забыли мне очень хотелось бы чтобы у вас после вебинара осталась какая-то мотивация что-то сделать почему об этом мы будем говорить вот просто мне поверьте это несложно это реально можно легко сделать при помощи создании системы электронных документооборота вы сможете улучшить свою организацию а это интересно потому что вы делаете что-то новое из ничего это потрясающе интересно опять же это новые знания новые эмоции новые впечатления новая энергия почему нет это здорово мир и так достаточно сер обыден и хочется привнести в него что-то яркое полезное и интересное также вы должны не хотелось бы чтобы вы понимали что любой успешный проект который вы инициируете ли в которой вы участвуете это для вас возможно это лучше свою позицию в организации или зарплата у вас изменится или с вами будет считаться там совершенно по-другому в любом случае ваша позиция будет меня ну и самое главное вы можете это делать поверьте это делается это несложно ну что теперь по делу по существу по плану и так у фирмы 1с сейчас есть такая акция можно купить набор программного обеспечения лицезии который сейчас видите на экране это платформа 8.3 это сама конфигурация документа оборот корп не кров а корп корп это максимальная версия там есть все и она в прайсе 1с стоит около там 180 187 как какая такая пипка только программный продукт сервер взаимодействия штука полезная но это отдельная история и самое главное клиентская лицезия на 100 одновременных сеансов пользователей то есть для любой организации 100 пользователей одновременно работающих в системе это достаточно для того чтобы стартовать и все сделать ну и соответственно документация этой акции стоит воспользоваться потому что она может быть отменена фирмой 1с в любой момент фирма 1с никого не предупреждает особо вот эта акция стартанула за счет пандемии весной вот лет она продолжает быть вот возможно что ее закончат 8 лет может быть не закончат поэтому здесь лучше не пнуть 10 тысяч рублей для организации немного но такой возможности воспользоваться скажем так не упустить такую возможность у меня смысл так назначение программы документа оборот это самое интересное мы знаем там что есть разные программы бухгалтерия бухгалтерский учет идет зарплата управления персоналом это там все что касается кадрового учета там начисление денег зарплатам мы понимаем примерно это о чем вот документ оборот эта программа наверное единственная у 1с которая ничего не считает вообще ничего не считает она просто хранит данные документы файлы там есть еще какие-то сущности и позволяет людям со всем этим работать коммуницировать их но когда мы об этом знаем то мы соответственно ожидания у нас от этой программы будут правильные что программа делает программа позволяет хранить любую информацию в электронном виде это могут быть файлы документы файлы кстати любых форматов видео аудио картинки вордовские офисные документы любые данные программа у них хорошо структурирует там есть много механизмов которые позволяют это делать за счет реквизитов за счет папочек за счет категоризации данных когда у нас данных программе очень много то нам необходимо определить доступы но не всем нужны доступы ко всему ну там если бухгалтера под своим бухгалтерскими документами людей остальные документы могут быть просто не нужны они будут мешать огромное количество лишних документов как которые вы не работали не будут мешать так есть вопрос давайте я на вопросы наверное позже отвечу хорошо чтобы не сбивать общий режим так значит программа позволяет определить доступы к данным разные люди должны работать с разными данными а программа позволяет людям совместно работать с актуальными данными одновременно например у нас есть договор у него накапливаются версии какие-то файлы данные в документах мы работаем всегда все люди пользователи в инструкционной системе с одними и теми же данными и причем с актуальными данными программа предоставляет процессы обработки документов и данных и позволяет людям коммуницировать между собой по предмету документов по файлам программа предоставляет удобный быстрый поиск документов по документам по файлам это очень удобно поскольку не в арендованном виде почему нам не пользоваться поисковой системой также есть механизм контроля исполнения поручений и контроля также программа поскольку она является в общем едином информационным пространством она позволяет обеспечить доступ к документам с разных территорий или по сети локальной или через интернет даже находясь дома или в командировке вы можете подключиться в информационную вазу и быть полностью в рабочей обстановке Кому и зачем нужен документ оборот ну это вот прямо на поверхности лежит во-первых там тем организациям у кого есть много документов которые не торговые, не бухгалтерские, которые учитываются в других системах у нас есть в бизнесе часто много документов которые реально никак в других системах не используются они хранятся в виде файлов, в каких-то папочках на электронной почте присылаются что-то такое но их много и с ними надо как-то работать и возникает очень много хаоса из-за того, что нет инструментария для работы с этими документами полезным будет для тех организаций, у кого много людей работающих с документами у кого есть распределенные офисы территории или офисы, филиалы а сейчас многие работают по удаленке поэтому желательно, чтобы было какое-то единое информационное пространство тем организациям полезно, где необходимо стандартизировать документы где необходимо структурировать и упорядочить работу людей ну понятно, это для больших организаций особенно у которых есть разные отделы и подразделения и в каждом люди по-своему немножко понимают как это должно происходить когда у нас есть единое информационное пространство там задаются правила они согласуются между всеми людьми и все работают по единым кайлом вот и соответственно для тех организаций будет полезно кому необходимо все-таки иметь единое информационное пространство где все корпоративные файлы находятся в системе где есть все документы где все взаимодействия есть в этой системе это очень удобно соответственно для маленьких организаций для тех у кого там три операции и документов там чуть-чуть складывают они всю одну пасточку документооборот просто не нужен а немножечко проще по трафику интернет трафику как устроена программа одинок документооборот первое у нее есть настройки которые очень сильно определяют функциональность программы за счет настроек программа может быть очень разной вот в первый день обратить внимание что программы 1С документооборот она используется для коммерческих и для некоммерческих организаций причем для самых разных направлений и из этих направлений он используется одна и та же программа и даже документооборот корп и документооборот для госус dental это вообще одна и та же программа Там какие-то нюансы изменены немножечко, отличаются. А так это одна и та же программа. То есть программа полноценно позволяет за счет настроек реализовать любые задачи, которые нужны для любого бизнеса. В программе задается множество видов документов. Определяются, какие документы должны быть в нашей организации. Это множество документов можно или сразу задать, или можно задавать по отдельным направлениям работы. Например, приказы распоряжения, служебные записки, бухгалтерские документы, документы системы качества. И потихонечку их можно вводить и задавать, таким образом расширять нашу систему документооборота. В программе есть множество настроенных маршрутов, процессов. Работа с документами. Это позволяет коммуницировать между разными людьми. Задаются в программе функциональные роли пользователей, чтобы адресация задачи была не Марьи Ивановне, а главному бухгалтеру или юристу. Также программа документооборот обладает механизмом ограничения доступа к данным. Очень хорошая, полезная вещь. Безусловно, нужная. Ее переписаны несколько раз. Сейчас она работает просто замечательно. И поскольку все у нас в электронном виде, то, соответственно, чтобы быстро находить, должна быть какая-то удобная система поиска данных. Вот это все, на самом деле, что есть в программе документооборот. Это множество видов документов, есть маршруты, процессы, которые позволяют взаимодействовать людям, есть ограничение доступа и есть поиск данных. Собственно говоря, все остальное это уже дополнительные сервисы, вкусности, фишки, как все говорят, которые улучшают, позволяют программе быть более дружественной, более интересной и разной. Итак, настройки, которые определяют функционал системы. Настройок, на самом деле, очень много. Настройки, как вы видите сейчас на скриншоте, сгруппированы по направлениям. Общие настройки, настройки процессов задач, настройки прав доступа, дела производства и так далее. Сейчас на следующих скриншотах вы видите раскрытые эти группировки настройок. И там много флажков, каких-то галочек, какие-то поля, которые надо заполнять. Вот это все определяет то, какая будет система. Настройки очень хорошая, полезная вещь. Это делается один раз. В дальнейшем потом настройки могут меняться при необходимости. Например, мы начинаем использовать систему прав доступа. Мы включаем ограничения, настраиваем систему прав доступа. И у нас это появляется в нашей программе. А на первом этапе, допустим, мы это не использовали. Потому что мы там разбирались с другими вопросами. Итак, данные в программе. Это основные данные. Это файлы и документы. У нас у всех есть файлы, которые хранятся на сетевых дисках нашей компании. И мы туда заходим какие-то папочки. Сисадмин там раздает права. И в итоге мы имеем или не имеем доступ к каким-то файлам. И если мы находимся вне офиса, то мы не можем получить доступ к этим файлам. Потому что нам нужна локальная сеть. Программа документа оборота. Она позволяет работать с файлами таким образом. Отдать их все. Скормить 1С документа оборота. Структура папочки создается автоматически. Для каждого файла будет создана своя карточка файла. И в этой карточке файла будут храниться версии. Вот как вот здесь на скрешете, это карточка файла сейчас. И вверху под заголовком там есть ссылка, основное, версии, процессы и задачи, связи, трудозапраты, форум, протокол работы. То есть это функциональность, которая связана с карточкой файла. То есть с самим файлом можно его запускать, по нему создавать задачи. По нему посмотреть версии, которые там возникли, вести обсуждения, связывать одни файлы с другими файлами. Это очень удобно. Список файлов, как мы видим на экране, выглядит очень похоже на то, что у нас в структуре папок. И для пользователей не очень сильно что-то меняется. Внутренние документы. Они тоже хранятся. Внутренние документы – это все корпоративные, все наши документы. К ним еще есть входящие, которые к нам приходят, их просто фиксируют, чтобы к нам что-то пришло. И сходящие – то, что мы подготовили и отправили. Обычно делаются на основании внутренних документов. Внутренние документы у нас также по папочкам располагаются. Есть, вот сейчас на экране вы видите форму списка, в котором представлен список документов. Форма списка может быть по-разному организована. В виде папочек, в виде видов документов, просто списком, группировками. Огромное количество настроек предоставляет фирма программный продукт 1С документа оборот. Карточка документа, вы сейчас видите ее на экране, состоит из нескольких закладок. На первой закладке «Обзор» есть сразу вся информация об этом документе. И в том числе все файлы, все карточки файлов, которые прикреплены прямо к этому документу. Прикрепленных файлов может быть много. В каждой этой карточке файла, который прикреплен к документу, мы можем посмотреть те версии файлов, которые у нас есть, накопились, потому что файл может меняться. И мы можем всегда посмотреть, кто, когда создавал, какая версия сейчас текущая, актуальная. Обычно люди все работают с последней актуальной версией. На следующей закладке «Реквизиты» здесь как раз все те поля, которые заполняются для документа. В зависимости от настроек вида документов у нас меняется состав этих полей. На закладке «Виза» мы видим, если документ согласовывался, то мы здесь видим все те функциональные роли участники, конкретные персональные, которые согласовывали, все комментарии, которые написаны, когда это было сделано. Если согласований было несколько, то мы можем посмотреть это из истории согласований. На посылке «Процессы задачи» прямо из карточки документа мы можем увидеть все процессы и все задачи, которые возникли по этому документу. Это очень удобно. Сразу все под рукой, сразу видно, что уже было сделано, когда было сделано, кем было сделано, и какие задачи сейчас еще висят невыполненными, незаконченными по этому документу. Итак, мы разобрали с вами, что такое, что есть такие данные файлы, что есть такие данные документы. А вот какие документы, это мы должны будем определять самостоятельно на этапе разворачивания системы электронного документа оборота. Мы просто указываем, какие названия видов документов у нас присутствуют, какие у нас они есть. Вот сейчас на экране, на скриншоте вы видите список видов документов. Все скриншоты я использую с моих проектов. Здесь договорная работа, кстати. Договорная работа бывает очень простая. Договор ДОП-соглашение, соглашение расторжения и все, и до свидания. А бывает довольно подробная, такая детальная проработка видов документов с доступами, с полями. И если к этому серьезно подходить, то договорная работа может быть очень непростой и поэтому очень полезной. Виды документов вы видите еще скриншоты. Здесь могут быть самые разные, например, служебные записки, судебные документы, финансовые документы, акты, доверенности, заявка на оплату, отчет, первичный документ, счет на оплату, счет фактура, КС и так далее. Карточка вида документов, я сейчас понимаю, это очень такая техническая информация, но просто вот наискосок послушайте, посмотрите. Вот сейчас вы видите на экране карточку вида документов. То есть мы говорим, нам нужен документ, нам нужен документ, экспертиза, авторский надзор. И мы говорим, устанавливаем галочки, флажки, определяем ту функциональность, которая нам нужна для этого вида документов. Например, для приказа нам сумма не нужна, а для счета на оплату сумма нужна. И в приказе у нас поле сумма и валюта не будет присутствовать, а в заявке на оплату, в счете на оплату эти поля будут присутствовать. Это определяется настройками. За счет настроек у нас какие-то поля появляются, какие-то пропадают. И еще обратите внимание, у нас здесь в карточке вида документа слева, где-то посредине, синенькая надпись «Набор дополнительных свойств документов данного вида». По этой ссылочке, если мы идем, то открывается форма дополнительных реквизитов, и мы можем для конкретного вида документа... Это интернет немножко провис. Сейчас меня слышно. Так. Это интернет-канал немножко провис и пропало. Прошу прощения, это от меня никак не зависит. Итак, к виду документов, в котором мы настраиваем, определяем флажки, настройки, что нам нужно для этого документа. И также мы можем добавить любые поля, которых нам не хватает стандартных. Мы можем добавить какие-то свои поля. Например, как здесь для авторского надзора класс услуг, дополнительный реквизит, в котором есть набор каких-то значений, которые мы можем выбирать в документе. На самом деле мы за счет дополнительных реквизитов можем очень много чего определить. Итак, у нас есть документы и файлы, которые в системе хранятся. У нас есть то множество видов документов, которые мы настраиваем. Мы определяем, какие документы есть. Приказ, служебная записка, счет на оплату, договор, счет фактура. То есть все, что угодно мы задаем. И нам нужно, чтобы люди с этим документом таким образом работали. Нам нужно определить процессы, которые будут помогать людям взаимодействовать между собой по этим документам. Для этого предназначены шаблоны процессов. Шаблоны процессов бывают элементарные, такие как исполнение, ознакомление, поручение, рассмотрение, регистрация, согласование. И более сложные, такие как комплексные процессы, которые состоят из элементарных, более сложных действий. И как вы сейчас видите на экране, комплексные процессы, элементарное согласование, он там простой. Например, финансовый директор согласовал, потом зам генерального директора согласовал, потом генеральный директор, и потом при определенных условиях представитель акционера согласовал. А представитель акционера настраивается условие, например, если предусмотрено в бюджете, то и сумма больше 5 миллионов. Тогда надо представить акционера, а если не в бюджете, тогда уже от миллиона рублей надо, чтобы акционер посмотрел, что это такое, оно не в бюджете. Также процессы хорошо работают, когда у нас организована ролевая адресация, сдается функциональная роль и назначаются исполнителем. И тогда во всех процессах у нас задача будет идти на генеральный директор, финансовый директор, юрист, руководитель, специалист ИТ. И таким образом, неважно, кто является исполнителем, процесс будет идти всегда одинаково гарантированно правильно. И если меняется состав людей, то мы в функциональных ролях просто меняем состав участников. Шаблоны процессов, вот сейчас вы видите, комплексные, бывают достаточно сложные. Вот там 15, 16, вот последние, там даже 19 процессов. Это касается документов, когда документ сначала требует проработки текста, потом согласование, потом передать контрагенту, чтобы они проработали. Потом, в общем, много разных действий. Ознакомить там множество идей, потом подписать, утвердить руководителя. То есть комплексные процессы – это как раз полный комплекс обработки всех действий, которые должны быть выполнены с этим видом документов. И это и есть только версия корок. Тоже очень важная, полезная штука, которая присутствует при настройке процессов, есть такая настройка, это можно автоматически запускать процесс. Например, мы создали документ, финансовая заявка, нажали «Зарегистрировали», кнопочку «Зарегистрировать» и процесс стартанет автоматически. То есть не нужно делать никакие дополнительные действия, просто процесс сам по себе стартанет. Итак, у нас есть документы и файлы, у нас есть множество видов документов, которые мы определили, у нас есть процессы, которые мы задали, по которым будут обрабатываться заданные виды документа по заданным процессам. Процессы идут по функциональным ролям, и нам хотелось бы, чтобы у нас люди работали только со своей областью данных. То есть если человек работает с договорными документами, ему совершенно не нужны какие-то другие документы, которых там очень много в системе может быть, очень много. То это все можно настраивать. Или какие-то документы, которые должны быть прям ограничены по доступу. Например, доступ к учредительным документам точно должен быть не у всех. Итак, ограничения прав доступа настраиваются. Самое простое – это права доступа на папочке. Или через политики доступа, по таким разрезам, как грифы доступа, виды документов, организации, юрлица, подразделения, вопросы деятельности. Иногда вопросы деятельности используют как Центр финансового ответственности по группам корреспондентов. И также есть возможность менять доступ к документам через рабочую группу в документе в самом. Об этом я еще и попозже расскажу. Итак, настройки прав доступа. Первое, что нужно сделать, это необходимо в настройках включить флажок «Ограничивать права доступа» и задать те разрезы доступа, которые нам необходимы. Да, связь прерывается, я вижу. Сейчас меня слышно. Продолжаем. Самые главные такие крупные права, которые выдаются пользователям, это через список полномочий. Следующие права, группа настроек прав доступа, это через политики доступа. Там мы определяем области, которые человек, пользователь должен иметь возможность с ней работать. И при помощи специальных разрешений настраиваются более точные контуры этих политик доступов. Также у нас есть рабочая группа прямо в карточке документа, есть закладка «Рабочая группа». И все те люди, которые оказались на этой закладке, они будут иметь доступ к этому документу. То есть рабочая группа, как правило, сужает область действия. То есть, например, все имеют возможность работать со служебными записками, но служебная записка реально будет только у тех, кто будет в составе рабочей группы. Это служебные записки. А при настройке специальной в рабочую группу попадают все участники процесса ознакомления, согласования, поручения по служебной записке, по этому документу. Также есть возможность ограничивать отдельные поля в карточке документа по состоянию документа. Например, когда документ на согласовании, то сумма закрыта, ее нельзя редактировать. Почему? Потому что в процессе согласования, если кто-то изменит сумму документа, то это, наверное, будет неправильно. А если документ не согласован, тогда сумму можно изменить. Как вариант примера. Или, например, документ согласован, удалять файлы из него нельзя, но можно добавить любые файлы новые, пожалуйста. Например, оригинал подписанных документом. Файлы. Папочки. Нажимаем настройка прав. Указываем группы пользователей или функциональные роли, которые имеют возможность работать со всеми файлами, которые находятся в этой папочке. Абсолютно то же самое происходит с документами. Группа. Папка для документов. Все документы, которые находятся в этой папочке, на них влияют настройки, которые мы задаем. Это очень удобно, потому что ответственные за папочку, например, документы под разделение бухгалтерия. Главный бухгалтер, она самостоятельно может определять, кто имеет доступ к этой папочке, ко всем тем документам или файлам, которые находятся в этой папке. Это удобно. Не надо никакого сами назвать, просить. Вы сами оперативно все это меняете и делаете. Поиск в системе. Когда у нас все документы есть, все настроено, по правам ограничено. Если что-то недоступно, то это для пользователей больше не существует. В системе есть возможность запускать поисковые запросы. То есть мы задаем область поиска и определяем те данные, которые мы ищем, то, что мы знаем. И таким образом поисковые запросы мы накапливаем, сохраняем и можем их запускать и получать сразу отобранные документы, которые нам нужны в составе такого поискового запроса. Кстати, если мы дадим, например, искать документы, завершающие свой срок действия, например, доверенности, у которых срок действия будет заканчиваться в следующем месяце, то у нас этот поисковый запрос будет один, но каждый раз он будет при запуске определять, что такое следующий месяц и будет показывать документы, у которых дата окончания в следующем месяце. Также документы, любые данные, можно искать полнотестовым поиском. Здесь также мы определяем, где мы ищем, пишем, какие слова мы ищем, с ошибками, с синонимами, как это происходит, запускаем найти, и система нам быстро показывает то, что нашлось, подсвечивая ключевые слова. И вот здесь сейчас на скрешоте я специально набрал основательный и ремонт с ошибкой. Но система понимает, что основательные, возможно, могут быть синонимы, она нашла капитальный и ремонт с ошибкой, она нашла ремонт правильный. Почему это полезно? В поисковых запросах, в полнотестовом поиске, в полнотестовом поиске это работает, мы можем искать какое-то слово, а человек, набирая в документе, мог допустить с ним токсическую ошибку, но система все равно не идет. В хелпе есть язык запросов для полнотестового поиска, он очень серьезный, очень глобальный, он позволяет находить, очень эффективно искать информацию. Например, мы ищем договор аренды, и нам нужно, чтобы эти два слова находились между собой на расстоянии не больше, чем два слова. Если там аренда в начале, а договор в конце, то это, скорее всего, не договор аренды, это что-то другое. Также есть возможность в списке документов, сейчас на экране вы видите исходящие документы, вверху справа вы видите поле, набираем информацию для списка, и список сразу отбирается только то, что в этом списке есть такие слова. Например, мы не очень точно знаем название организации, мы набираем фрагмент названия организации и получаем. То же самое можно делать по внутренним документам. И можно еще делать такую штуку для быстрого, удобного поиска, комфортной работы. Можем задать группировки, отборы в форме списка. Вот сейчас вы видите на экране, у нас группировка задана такая. Это сначала по организациям разбились документы, потом по вопросам деятельности, потом по видам документов и потом по дате создания. И когда мы откроем дату создания, то мы уже увидим сами документы. Таким образом, у нас можем задавать разные настройки для списков документов, сохранять их и пользоваться теми удобными, которые нам нужны. Система достаточно интересная и удобная. За счет разных настроек, за счет разного множества видов документов, компоновки процессов, шаблонов, документов, разных вещей, можно получать самые разные решения для бизнеса. Сейчас на экране я выписал некоторые, которые в жизни приходилось реализовывать. Это такие, как первая самая понятная, простая, наверху лежит единая храничка корпоративных файлов. То есть все файлы из сетевых папочек просто загружаются в 1С. И у нас под управлением 1С, файловом хранилище, вне информационной базы, хранятся файлы, по которым можно запускать теперь процессы, вести обсуждения, контролировать версии. Просто так нельзя удалить это никому. На сетевом диске я зашел и случайно нажал на кнопочку удалить, и оно удалилось. И все, и больше этого нет. В системе 1Документоборот можно вообще запретить удаление помеченных, помечать на удаление. А если человек меняет файл, то накапливается версия. И всегда можно посмотреть, а что было, а что стало, кто менял, когда менял, почему менял, какой комментарий написал. Очень удобно. Архив документов – это когда система используется как такое хорошее структурированное хранилище для документов. Здесь карточки документов, там поля, и там вот у нас есть архив документов. Полезен документоборот для астонизации канцелярии. Ходящие и сходящие. Я видел варианты, когда это ведется в тетрадочке. В тетрадочке, ладно, там, это вообще уж вчерашний день. В Excel ведется. Что такое Excel? По сути, это список входящих документов. Кто, откуда, по какому вопросу, когда, для кого. Это список входящих документов. Сразу сделайте карточку, и все, у вас сразу будет полноценная вещь. И в карточку прикрепите скан этого входящего документа, и человек сможет, все смогут с этим работать. Это же удобно. Учительные документы. Был один проект, где у организации, там, группа компаний, там, порядка 100, больше 100 юрлиц. И они открытые, закрытые акционерные общества. У них учительных документов очень много. И вот для них был сделан специальный, прям, область в документообороте. Это учительные документы, актуальные качественные сканы. Там доступ, они, конечно, были сильно разграничены, но вот это было очень полезно для группы компаний. Договорная работа. Это, безусловно, очень важная, полезная вещь и нужная для любой организации. Потому что в любой организации есть договоры, даже если это не коммерческая организация. Доверенности с контролем и сроком действия. Финансовые заявки. А финансовые заявки, это, по сути, что нужно купить и платить. Обычным инициатором является сотрудник в организации, который не имеет доступа к бухгалтерии, к финансистам, но нужен интерфейс, через который все это будет между всеми работать. Это очень полезная и хорошая вещь. Возможность хранения сканов персональных документов в сотрудниках. Это для кадровой службы бывает полезно. Для руководителя бывает полезно. Внутренняя переписка с гарантированной доставкой. Это когда у нас есть какие-то файлы или документы, даже специальные виды сделаны для этого. Когда все в одной информационной системе, когда вы что-то там положили и направили задачу коллеге, там, ознакомься или там что-то сделай, то это гарантированно у него есть. И не нужно ничего в электронной почте присылать. Получил, дошло, не дошло, версия актуальна, не актуальна, непонятно. А это вот в системе хорошо работает. Для некоторых руководителей очень важна постановка задачи, контроля их исполнения. У руководителя много задач, большой охват, он раздает поручения, ставит задачи. Ему нужно просто не забыть, кому он что поставил и когда это должно быть выполнено. Если задачи фиксируются в программе документооборот, просто задача, что-то сделать, то ничего никуда не пропадает. Также программа документооборот позволяет управлять проектами, полноценная деятельность, управление совещаниями. Можно собирать отчетность с филиалов, даже с партнеров. В общем, очень много чего можно сделать. И как я на скриншоте написал, ограничения только в голове. Как правильно делать СЭД, систему рекомендованного документооборота? Очень важно понимать, что у нас есть, что это то, что у нас есть, может, и как нам из этого сделать что-то полезное, работающее в организации, как инструмент. Важно решить организационные моменты. Зачем это нужно делать? И какие задачи мы пытаемся решить при помощи внедрения 1С документооборота? Если этого понимания нет, то это будет все вхождение кругами, непонятно зачем. Важно понимать, кому это нужно. По сути, кто является настоящим заказчиком этой системы. Есть ли деньги на этот проект? Сколько есть денег? Сделать можно систему документооборота, на самом деле, при любых деньгах. Нужно понимать, какой бюджет есть, есть ли вообще деньги и какой бюджет есть. Еще раз хочу сказать, что сейчас от фирмы 1С эта акция, что за 10 тысяч можно приобрести вот эти все лицензии и программное обеспечение. Это позволяет как раз этот вопрос закрыть, есть ли деньги на покупку лицензии. Это обычно значительные деньги, и их сложно просто так взять. Опять, если у вас пользуются этой акцией, то вы сможете, собственно говоря, закрыть эту тему. А внедрение программ документооборота, опять же, можно сделать в разных режимах за разным бюджетом. Важно понимать, кто формулирует требования к системе. Первое. Это должен быть представитель бизнеса, кто понимает, как бизнес устроен, кто желательно хорошо дружит с логикой, умеет структурировать, строить системы. И у кого есть полномочия, требования к формулируют. Или если нет полномочий, то, значит, есть поддержка руководителя, который скажет, да, нормально, меня устраивает, делайте дальше. Важно понимать, кто отвечает за проект со стороны заказчика, кто отвечает за проект со стороны исполнителя. Со стороны заказчика нужна поддержка от руководителя, от руководства. Со стороны исполнителя нужны компетенции, нужны знания, чтобы не наделать из палок и веревок непонятно чего. И, конечно, желательно определить критерий успешности проекта. То есть мы запускаем служебные записки, делаем один вид документа, один процесс, по которому все происходит, остальное у нас настроено. Штука простая, несложная, делается в течение недели. Людей научить, инструкцию написать, запустить, все работает. Критерий успешности. Мы обучили всех людей, все люди умеют работать с этим. У нас все служебные записки теперь в электронном виде. Нам даже не нужно печатать бумажку, потому что все в электронном виде есть. Удобно? Удобно. Критерий успешности. Это у нас после запуска, в течение недели, все работают только со служебной запиской, только в электронном виде. Естественно, здесь нужна поддержка руководителя, который скажет, так, ребят, любые служебные записки в бумажном виде, я просто тут же прям у вас на глазах рву и выбрасываю в корзину. В системе нет, служебные записки не существуют. То есть критерии успешности должны быть определенные. Желательно разбить проектные части на отдельные области документов, на некоторые отдельные части, те задачи, которые надо решить для того, чтобы проект делать по частям, по кусочкам. Какие риски бывают на таких проектах? Самый большой риск – это потеря интереса. Начали делать, особенно когда делается вообще там все сразу и под ключ, чтобы прям вот все-все-все было. Это через какое-то время движется-движется, и поскольку это там два-три месяца, то тот, кто инициировал этот проект, он или уволился, или у него должность сменился, или интересы поменялись, это просто перестало кому-либо нужно быть. Все, интерес потерян, проект не закончится. У системы документа оборота часто нет единого владельца. Финансистам нужно что-то свое, руководству свое. То есть разным руководителям нужно что-то свое от системы. Но так, чтобы был кто-то, кому принадлежит эта система, такого нет. Как, например, один из бухгалтерии – это главный бухгалтер, или финансист, или зарплата управления персоналом. Кто-то отвечает за это в организации – это человек полностью владеет этой системой. Он определяет, какая она будет, и что она будет, самое главное. Здесь очень важно, чтобы появился кто-то, кто со стороны организации будет назначен ответственным, или кто сам возьмется за это. Опять же напоминаю, когда вы что-то делаете полезное для организации, когда вы берете на себя какую-то ответственность, то у вас появляются и возможности, и права, и статус меняется. Потому что вы отвечаете за информационную систему, в которой все-все-все работают. Это очень здорово, это повышает статус. Очень плохо, когда происходит несистемный подход к построению SET, когда делается плохая классификация, типа красный, зеленый, мокрый, большой, железный. Что это такое? Это у нас классификация видов документов. Нет, ребят, такого быть не может. Это классификация, в нее есть какое-то общее основание, она должна быть определенным образом выстроена. Там виды документов, это только документы, а не какие-то там предложения к документам или описания чего-то. Важен правильный подход классификации. На самом деле там очень много справочников, которые относятся к нормативно-справочной информации, и все это должно быть очень хорошо отклассифицировано. И дополнительный реквизит, который мы делаем, это тоже классификация. Очень плохо, когда делается система, но сотрудники, которые в ней работают, они не умеют в ней работать. Это крах проекту. То есть сделали, настроили, все отлично, все прекрасно, инструкции написали, но людей не научили, их знания на уровень навыков не вывели, но все, на этом система умерла. Она умрет через неделю, через две или через месяц. У меня был один проект, я его сделал три года, я его поддерживал, сопровождал, туда пришел новый генеральный директор. Ему это не нужно, ему это неинтересно, он инструкции читать вообще не умеет, ему там, не знаю, видеоролик надо было сделать, чтобы он понял, что куда нажимать, то, что он должен делать как руководитель. Эта система умерла. Буквально 2-3 месяца и система просто умерла. Потому что если руководителю не нужно, у всех стали там их кошмарят другими задачами, система просто перестает быть полезной, нужной, и она умирает. Очень серьезный риск это отсутствие административной поддержки от руководства. Можно делать все, что угодно, но если руководитель не скажет, ребята, с понедельника все работают только в системе документа оборота, вот эти задачи выполняются только в системе документа оборота, то это будет продолжать не запускаться. Ну и очень важная вещь, это желательно в самом начале понять, а вообще система электронного документа оборота, она помогает бизнесу зарабатывать деньги, вести деятельность или нет? Если сет помогает, тогда ее имеет смысл делать. Если она бесполезная, ненужная, то есть система можно выключить, и для бизнеса особо ничего не изменится, тогда она просто не нужна. Очень важно, когда мы разбиваем весь наш проект на отдельные кусочки и делаем эти кусочки, может быть, там за две недели мы сделали кусочек, там служебные записки сделали, написали документацию, обучили, внедрили, все работают, мы подошли, отчитались к руководителю и сказали, вот у нас все есть. Нам важно, чтобы каждый в этот отдельный проект или мини-проект, чтобы мы его правильно завершали, фиксировали, что да, все это закончено, это работает. Теперь все вопросы, это уже организационные вопросы или функциональные вопросы, касающиеся больше эксплуатации системы, а не разворачивания, создания системных документов. Важно для завершения проекта написать документацию, подготовить инструкции для пользователей, провести обучение пользователей с тестовой эксплуатацией. Не просто там вот есть инструкция, там посмотри, не, вот надо обучить их, надо им показать, обучить. И потом какое-то время контролировать, как люди работают в системе и помогать им освоить этот инструмент до навыка, чтобы они точно знали, как сделать документ, как запустить задачу, как отреагировать на задачу, которая пришла, что делать, если задача становится просвученная, то есть все вещи. И обязательно демонстрировать, что у нас это в эксплуатации, что все это работает руководству. Руководство понимает, что да, служебные записки запущены. Окей, отлично. В голове переключается флажок, что мы это сделали, это сделали, двигаемся дальше. Если возникают какие-то проблемы или кто-то начинает говорить, что вот у нас не работают служебные записки, вот у нас там финансовые заявки, там не так что-то происходит. Подождите, а что не так? У нас это работает, мы это знаем. А сейчас мы давайте разберем, что у вас конкретно произошло, и в чем у вас возникла проблема. Это же разовая проблема или постоянная? Разовая. Ну, как видите, это разовая проблема. Давайте просто решим, и все, будем двигаться дальше. На сроки и на стоимость работ влияет... Понятно, что лучше проект разбить на отдельные части, это нам легче будет оценивать, что влияет. Но влияет... Какие настройки нам нужно будет делать для реализации этой отдельной части документа оборота? Какие у нас границы этого мини-проекта есть? Например, там та же договорная деятельность. Мы настраиваем сколько видов документов? Три документа, пять документов, десять документов. Или семьдесят восемь, как было на одном проекте. Мы начинали, они в техническом задании написали, десять видов документов. Отлично, да, хорошо. А какие документы? Ну, такие, такие. Когда мы стали разговаривать с финансистами, выяснилось, что у них серьезная деятельность, у них очень много разных видов документов. Я им предложил классификацию. Они сказали, боже мой, мы даже не представляем, что так может быть. Они взяли классификацию, стали творчески с ней работать. В итоге возникла классификация на семьдесят восемь видов разных договорных документов. И система получилась очень такая хорошая, качественная, полноценная. Это было запущено в течение полутора месяца. И прекрасно работает это до сих пор, я знаю. И люди очень довольны. Она реально не принесет пользу. Важно понимать, какое качество исходной информации. Если у нас есть регламенты, есть какие-то правила, порядки, там, там, мемократуры дел, где мы можем понять, какие документы вообще у нас существуют, то это сокращает все трудозатраты и усилия. Также важно понимать, много ли людей с этим работает, будет работать. Много ли людей надо будет учить, какой формат обучения, какие условия сдачи работ, там, тестовая эксплуатация или тестовое испытание, то есть как это будет происходить. Чем более сложная и помпезная организация, то тем процесс передачи даже функционала, готового, настроенного, он занимает больше времени и усилий, требует каких-то специальных документов, которые это делают. Мы подходим к концу, по премиуму мы даже укладываемся. Я старался, чтобы мы успели. Как все сделать самостоятельно? Всегда существует три вида. Первый вид – вы обращаетесь в компанию Коберлайн и говорите, мы хотим систему документа оборота. Там даете какую-нибудь информацию, проходит обследование, все собирается и система делается через 2-3-4 месяца, у вас там система вся запущена, в зависимости от масштаба. Или вы говорите, а мы хотели бы, чтобы мы сделали там такое модульное внедрение, то есть вы делаете сначала одно, потом другое, потом третье, и мини-проекты. Вот это более понятно. Мы хотим, чтобы вы делали, а с нашей стороны будет пара человек участвовать, и мы вместе будем делать. Да, это сильно сокращает и сроки, и стоимость, самое главное. И третий вариант – нужно пойти по такому пути. Вы говорите, мы будем делать сами. Какие-то сложные технические вещи вы нам делаете, мы прям заказываем эти работы и только за это платим. А все остальное, например, виды документов. Вы нам показываете, как это делается, и дальше мы сами там прорабатываем классификацию, мы сами это вводим в систему, вы просто присматриваете с вами, курируете нас. Это режим наиболее такой экономичный, финансовый, при котором вы делаете сами, заодно сами все изучаются. Эти режимы могут компоноваться. Например, вы можете сначала там первые шаги сделать, чтобы сделала компания, специалисты, а вы в этом участвуете. На следующих шагах вы понимаете, как это примерно все устроено, как это работаете, вы меняетесь местами со специалистами. Специалисты просто вас консультируют, это делать уже будете вы, не специалисты, а вы будете сами вводить, делать это несложно. Я вам говорил, что это несложно. Ну и еще самый последний вариант, это просто пройти обучение, самим понять, потом почитать документацию и сделать самим. Ну, время от времени, конечно, все равно, наверное, придется обращаться к специалистам. У нас есть курсы обучения, которые проходят каждый месяц в программе документооборот. Ближайшее, это будет 8 сентября, 28 сентября. Вы можете записаться, это стоит 10 тысяч рублей. Пройдете курс обучения, там, по-моему, 3 дня это проходит. Пройдете обучение, и в итоге вы будете практически все сами знать и сможете сами все делать. Ну, если у вас есть такой человек, который будет у вас только этим заниматься. Ну, если финансовый директор начнет заниматься созданием системы документооборота, то он перестанет заниматься своими прямыми обязанностями. Под конец я хочу вас также пригласить на следующей неделе, в этот же день, в пятницу, в 11 часов по Москве, приходите на вебинар «Договорная работа» на программе документооборота. Здесь я сегодня рассказываю вообще в целом о программе, о том, как это делается, какие подходы использовать, как она устроена, там еще раз повторимся. У нас есть данные, в настройке мы определяем, какая система будет, у нас есть данные, файлы, документы. Мы задаем множество видов документов, мы задаем процессы, по которым разные виды документов будут проходить, между функциональными ролями. Ограничиваем это все аккуратненько правами доступа, кто с какими документами имеет возможность работать, кто не имеет. И, собственно говоря, все. Поисковая система, она просто включена. Вы это знаете. Договорная работа – это уже отдельная часть документационного обеспечения работы предприятия. Так что через неделю приходите. Договорная работа – это тоже буду я. Здесь есть сейчас на последнем слайде мой скайп, телеграм, ватсап, может, там, задать вопрос какой-то, если там нужно что-то оперативно вам как-то там решить. Вот основные контакты, естественно, через компанию, кодерлайн. Не забудьте, что надо воспользоваться возможностью взять лицензии программы обеспечения за 10 тысяч рублей у фирмы 1С. Это прямо стоит сделать. И я жду ваши вопросы. Мы можем о чем-то поговорить сейчас. Сейчас я посмотрю вопросы. Вебинар я закончил. В час я уложился. Как закрывать видимость полей суммы документа для конкретных людей? Это через конфигуратор. Так, закрытие отдельных полей, отвечая на вопрос. Закрытие отдельных полей в карточке документа делается или прямо для конкретного человека можно сделать, или для группы пользователей, или для функциональной роли. Лучше делать для группы пользователей или для функциональных ролей. Потому что люди могут менять позиции. Приходилось ли вам с помощью документа оборота автоматизировать такие области деятельности, как закупочная деятельность, тендерная работа? Тендерная работа, прямо эта тема делала. Делается бюджетирование не совсем, потому что бюджетирование там идет учет, расчет. Бюджетирование на документ обороте можно сделать, реализовать, если функциональность бюджетирования дописать. Это можно сделать на документ обороте. Или использовать специализированные программы обеспечения. Как создать условия маршрутизации процесса, если директор согласовал? Дело в том, что условия там можно делать конструктором, а можно написать код. Код скрипт, код программы, который посмотрит, например, задача у задачи владелец процесса, у процесса есть предмет, документ. В документе там виза, виза директор согласована, есть, есть, тогда вы можете там что-то делать. Ну, то есть, это делается, это технические вещи. Кратко, как создать файловые тома. Заходим в настройки файлов, открываем, первое, включаем, что файлы будут храниться в отдельных томах, вне информационной базы. Переходим по ссылочке тома, открывается там форма списка, насколько я помню, и мы говорим, там название тома пишем, как там называется, прописываем путь к папочке сетевой, где это будет находиться, и сдаем условия, по которым условия, по которым файлы будут попадать в этот том. Например, можно сделать том для видеороликов, том для офисных документов, и том для документов, в которых автор-директор. То есть, директорские файлы могут быть в отдельном томе. И эти тома могут быть физически размещены в разных местах системы, на разных винчестерах, в разных папках. То есть, это настраивается на технические вещи. Беретесь ли вы за проекты внедрения при отсутствии на предприятии заказчика регламентов документооборотов? Да, без проблем. На самом деле, часто регламентов просто не существует. Но есть какие-то правила, которые сложились, люди понимают, но в какой-то момент люди понимают, что эти регламенты, они вот в воздухе висят, и вот вроде все знают, но как бы они такие. Никто до конца не знает, как на самом деле. Когда внедряется программа документооборот, эти правила, они по сути фиксируются настройками программы. И было у меня даже такое, была сделана система документооборотов, довольно-таки такая серьезная. А потом я говорю, слушайте, а давайте за ваши деньги я напишу теперь, как у вас это все должно работать. Ну, как бы вот регламент напишу. После того, как мы все сделали, они говорят, зачем нам это нужно, у нас все работает. Я говорю, ну смотрите, у вас меняются просто люди, и для людей нужны правила. Эти правила у нас в программе настроены. Проще же, наверное, чтобы человек прочитал сначала правила, а потом в программе увидел, что это вот именно так все и есть. Они говорят, ой, да, отличная идея. И вот после внедрения мы написали регламент. Так было. Так. Сейчас я подиставлю вверх, там вопросы можете пропустить. Реестр создается автоматически. Реестр. Ксения задавала вопрос там в самом начале. Мне очень понятно, что такое, что имеется в виду реестр. Реестр документов. Не знаю, может быть. Процессы. Процессы могут быть сословлены. Например, если в документе указан проект, процессы могут быть с условиями. Пример. Если в документе указан проект, то включать руководителя проектного отдела. Ну да. В процессах могут быть использованы любые условия. Эти условия могут быть или конструктором собраны. Например, по реквизитам документов там сумма больше 5 миллионов и док-реквизит не в бюджете. Значит, включается, да. Как пример это тем конструктором. Если чего-то не получается сделать на уровне настроек конструктором, то просто пишется скрипт и все работает. Как связать документы ERP заявка на расход средств под системой документооборот? Ну, это делается я боюсь, что это мы сейчас будем обсуждать технические моменты, как это будет реализовываться. Это делается сейчас. Есть интеграция ERP документооборота. Опять же, какая должна быть связь, в каком виде, в каком формате. Демо-база высылается. Демо-база она и есть, даже есть ссылочка на сервере 1С, можно по ссылке зайти в базу данных 1С документооборота и там поиграться, попользоваться через браузер. Посмотрите, там какие проблемы. Опять же, можно попросить менеджеров после вебинара и вам дадут организовать базу и дадут доступ, может, какие-то настройки и вы сможете спокойно заниматься какое-то время. окно вопросов больше нет. Нужно ли привлечение специалиста для настроек бизнес-процесса, маршрута, согласования или это может освоить каждый? Это может освоить каждый. когда я 10 лет назад входил в систему как бы работу в отрасли 1С документооборот, я понимал, что это вот только начинается, это здорово, и еще никто в это особо специалистов просто нет, нет людей, которые эту тему знают и сама тема документооборота такая очень непонятная, сложная для многих. Что такое документооборот? Что такое номенклатура дел? И да, поначалу прям ты там весь специалист и все знаешь, умеешь, а сейчас есть курсы обучения, хорошая документация, опять же, если вы со специалистом работаете, то через какое-то время вы все это видите, вы обучаетесь, вы можете это делать сами. На моих проектах очень часто ответственность со стороны заказчика, ответственность со стороны заказчика, он участвует во всех работах, я с удовольствием перекладываю на этого человека часть каких-то работ, это человек делает, понимает, там все просто, поверьте, там ничего сложного нет. И делается какой-то мини-проект, потом делается еще мини-проект, по частям мы аутентизируем, потом на третьем и четвертом шаге обычно переходит в режим, да, мы понимаем, как это делается, давайте так, мы с вами обсудим, спроектируем, дальше мы будем делать вот как мы понимаем, да, вы будете присматривать. Хорошо, да, без проблем. И дальше потом эта система живет, развивается сама. Главное, чтобы был кто-то, кто на вашей стороне отвечает за эту систему. всего желаю. Так, я включил видео, чтобы сказать вам на последнее, подвести итоги. Спасибо, что вы все были. Будет вопрос, обратите внимание, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok,